В первом тайме мы действовали более собранно, более, как уже Саша сказал, против команды такой, как Гнепр, надо играть на максимальной концентрации. Все время ожидать что-то. Потому что они не играют такой, как называется, скоб, как можно сказать, правильный баскетбол. Они играют агрессивно. Много таких неожиданных действий и нападений, и защитей. И мы должны просто быть готовы к таким действиям и принять просто одно правильное решение. В первом тайме более-менее, более-менее, еще повторяюсь, принимали таких решений. В втором тайме начали улыбаться уже, уже как все-таки католическое Рождество. Нам уже оказалось, что мы и Санта-Клаусы. Мы должны команды Днепропетровской подарки дарить. И мы просто дарили, и они классно воспользовались этим. Мы должны быть ментально сильными против любых команд, и просто играть в свой баскетбол, не важно, против кого играем. Больше что-то не говорить. По статистике там уверенно, по всем показателям, да, мало потерь. Нормальный процент, но такие глупости тоже достаточно были. Мы уже у вас в этом году не увидим. Вот если поднимать итоги года, вот какой для вас 2013 получился? Ну, если назначить обратный отчет, то, конечно, это была сказка, которая рано или поздно закончилась. И сейчас мы не реальные жизни. Показывает то, что баскетбол начинается на строе, с мужских качеств, тогда только идут остальные вещи. И я не собираюсь оценивать там хорошо, плохо. Это вам оценить, да. Можно было быть и лучше, в любом случае, особенно в Украинской лиге. Евролиге я не могу назвать успешным, но ни в коем случае не могу сказать неуспешным. Да, там одна-две игры могли решать этот выход, топ-16, по-другому, да. Так что, в любом случае, я уже говорил много раз, о тех наших, где-то там промахах, моих промахах, да. И сейчас продолжаем просто, надо продолжать работать, гестовывается каждая игра как последняя, неважно, это Украинская лига или Еврокуб.